Первый вопрос. Правильно ли мы понимаем, что рак прямой кишки наиболее распространенное заболевание, одно из самых распространенных заболеваний на территории России и мира? Ну да. Рак толстой кишки и в частности рак прямой кишки заболевание с ним полно растет. И как и в России, так и во всем мире. Причин несколько. Одной из причин является изменение по образу жизни людей и формата питания. Соответственно, теоретически это одна из причин. То же самое время, как рак вы пришли очень молодые, мы сейчас не знаем объяснение тому, почему в отделении пациенты студенческого возраста появляются. То есть вряд ли пара техпитания так рано будет спрятаться. Причин много. Причин много, но однозначно фактор питания играет одну из важнейших коллег. Что должно насторожить человека? Какие симптомы, признаки рака прямой кишки существуют? Знаете, я думаю, что идти к врачу, когда что-то настораживает, уже неправильно. Если что-то беспокоит, значит болезнь уже пришла в более распространенной форме. И с этим, наверное, и связан тот факт, что диагностируются поздно. Да, и вот так как медицин-онкология это рекомендационный центр, то есть половина пациентов, которые обращают нам от тех, которым отказали, мы часто встречаемся с запущенными формами, с распространенной формой, с распространением ополей в соседние органы. Естественно, лечение, результаты лечения такие, что это намного хуже. И ждать каких-то симптомов, чтобы обратиться к фрактологу, например, это не совсем правильно. Я всегда привожу к примеру, но просто обыватели понимают на простых примерах. И любой автовладелец хотя бы раз в год свой автомобиль отводит на ТО. Испокоится о нем, проверяет, как там, что, чтобы потом мог спокойно будет ездить. Наш организм, он более сложный, требует больше внимания, чем автомобиль. Поэтому ждать, когда у вас что-то появится, чтобы текло, что-то не нужно. Надо просто регулярно раз в год обследоваться. Существует рекомендация о том, что проходить обследование, делать колоноскопию, рекомендовано гражданам России после 45 лет, если я не ошибаюсь. Но вы говорите, что заболевание помолодело. Заболевание очень помолодело, да. Но понятно, что мы не можем, и когда мы сейчас всем людям с 18 лет лежать к фрактологу, но тем не менее, один из факторов, который должен быть на сражении, это наличие в семье, среди родственников первого и второго линия, кого-то, у кого это было заболевание, либо заболевание толстой пешки, или онкологическое, либо заболевание желудка. Потому что у нас средственных форм у рака процент выявляемости в раннем молодом возрасте намного выше. Поэтому если у человека в семье есть отец, мать, дедушка, бабушка, тетя, дядя, отцовская и мастерская линия, у которых в каком-то любом возрасте было, или они слышали, что дедушка в свое время умер от рака толстой пешки, то таким пациентам, наверное, все-таки стоит обладаться пораньше. Соответственно, в этом случае выявляемость будет больше. Да, мы понимаем, что общие рекомендации 45-50 лет, в зависимости от страны. Но если человек в 35 лет, или у него выявлен рак пешки толстой, успокоит себя тем, что я следовал рекомендациям, но, вряд ли, это будет ему от этого легче. Поэтому, если есть какие-то симптомы, выявляющие в том, что склонность с запором, не так часто человек ходит в туалет, как положено, либо какие-то выделения, если ты выпишешь, то в этом случае надо, наверное, обладать по полу сразу. Рекомендовать, что всем людям возраст на 25 лет идти делать склоноскопию, наверное, будет неправильно. Но, тем не менее, при наличии факторов, хотя бы наследственного нам не знаем, каких симптомов, все-таки стоит сделать больше, чем требуется по рекомендациям, но для какого-то человека это будет польза. А для какого-то человека просто дополнительное исследование, что тоже не решает. Потому что при исследовании можно выявить не рак, но можно выявить какие-то политы, которые в следующем год прийти в рак. Скажите, а какие-то меры онкопрофилактики рака прямой кишки существуют? Употребление алкоголя, отказ от курения, отказ от красного мяса, вегетарианская диета. Что можно сделать для того, чтобы не допустить? Курение, оно вредно всему армянизму. И если человек курит, у него больше шансов получить рак легкого или рак гордания, чем рак толстки кишки. Поэтому курение – это общая рекомендация, чтобы курить реально вредно. Касаемо алкоголя, специфической связи между употреблением алкоголя и алкоголичным заболеванием толстки кишки нет. Но это не значит, что алкоголь нужно употреблять. Он приведет к чему-то другому. Касаемо красного мяса – да. Вообще, это было исследование очень давно. Исследовали популяцию людей одного возраста в Лондоне и в одной из африканских деревень. Так вот, Лондон, в принципе, такой же город, как и Москва. Люди много работают, у них нет времени на питание нормальной еды. Очень много рафинированных продуктов питания. Такая же популяция из Южной Африки, которые бедное население, у них нет возможности покупать мясо. Они много едят растительные клетчатки. То есть это овощи, фрукты. И было исследование именно с пактологической направленности, не омко-пактологической, а общей пактологической направленности. И выявлено, что у жителей Лондона огромное количество заболеваний толстой кишки, включая заболевания ангектарного выследования, то есть банальный геморрой, трещины, которые есть и не являются онкозаболеваниями. Нарушение пассажа стула, нерегулярный стул, стул раз в два-три дня. И это тоже вызывает массу других, не сказать заболеваний, но тем не менее дискомфорт. У жителей Южной Африки регулярный стул ежедневно за счет того, что много, большое потребление клетчатки, принес свежих овощей и фруктов и минимум мяса. Соответственно, употребление красного мяса, оно больше связано с жизнью больших мегаполисов, где это является частью культуры. Это и во всех фильмах показывают, как люди едят стейки сочные. И это гнидается потихоньку в сознании, что так должно быть. На самом деле, ежедневное потребление мяса – это неправильно. А как часто можно? Ну, общие рекомендации – два раза в неделю. Но это сложно рекомендовать, потому что в каждой стране и в каждой культуре есть свои блюда, свои предпочтения и так далее. Где-то больше любят рыбу. Это нельзя так рекомендовать. Речь не идет о том, что мясо военное. Речь идет о том, что вы потребляете мясо, как вам нравится, но потребляете с большим количеством овощей и клетчатки. Мы будем параллельно задавать вопросы, которые к нам пришли в Facebook и Instagram накануне эфира. И, конечно, можно задавать вопросы уже сейчас в Instagram. Заман Заврович, вы упомянули полипы, которые, если я правильно поняла, могут переродиться в злокачественное новообразование. У нас есть вопрос. Он так и звучит. Здравствуйте. У меня на кишечнике полипы. Может от этого быть рак? Подскажите. Если мы отвечаем именно данному пациенту, то информации по доставленной вопросе недостаточно. То есть нет информации, сколько этих полипов, какого они размера, на широком они основании, на узком они основании. Поэтому именно данному пациенту ответить сложно без добавительной информации. А в целом, да, рак из полипа существует. А что делает человеку, у которого обнаружены полипы? Консультация специалиста и эндоскопическое удаление. Может, для этого нужно приехать к нам в эндоскопическое отделение эндоскопии, которое осуществляет все виды удаления полипов. Это происходит либо с специализацией, если сложный случай, либо в рамках однонимных стационаров. Но мы можем просто гарантировать, что их удалит профессионал и удалит правильно. И это половина вопроса. А вторая половина вопроса в том, что удаленный полип попадет к правильному специалисту-патомарфологу, который посмотрел и скажет, есть ли там заказчик клетки или нет. То есть вот эти вопросы могут решить наши следы. Нас спрашивают, можно ли записаться к вам, Заван Заворыч, на онлайн-консультацию, и люди живут не в Москве. Нет, это все можно. Вся информация есть на сайте. Сейчас в связи с тем, что многие онкологические утверждения закрыты, поток и обращаемость в наш контактный центр сильно увеличился. Поэтому по согласованию с нашей пресс-службой на странице каждого отделения есть контактные номера людей, которые можно позвонить напрямую и обратиться в инвестиции, чтобы это будет проще и адресно. Потому что нагрузка на контактный центр сейчас огромная. И они не успевают физически обрабатывать весь швозо. Да, я вам подтверждаю, на сайте наверху есть баннеры. В одном из этих баннеров указан телефон в отделении Заван Заворыча, коллопатологическое отделение. Так же на странице, непосредственно уже нашего отделения, на нашем сайте, тоже они добавляются указаны. К вопросу о генетике. Спрашивают нас, нужно ли сдавать генетические анализы при аденоме прямой кишки. Если да, то какие? Если это один полип, то есть один адоматозный полип, то он, наверное, нет. Но дело в том, что есть наследственные заболевания, включенные вызываемые большого качества полипа. И если их сотни или до тысячи, то это заболевание подходит под параметр семейного адоматоза. И вот в этом случае, да, обязательно нужно сдавать. Более того, наследство, характер, если начинаешь расспрашивать, выяснять, что как раз да, у дедушки было, у бабушки было, у тети было. И эти пациенты лечатся даже до... В этом случае есть стопроцентная вероятность того, что полипа превратится в высококачественное образование. Поэтому при этом пациентах обычно эти пациенты оперируются в молодом возрасте, в 19-18 лет. И в этом случае операция заключается в удалении всей толстой кишки, формировании дзевуаров с тонкой кишкой. Достаточно сложная операция, но она делается специально в центре. И чем раньше она будет сделана, чем раньше человек будет адаптирован. И потенциально кишечник, пораженный полипами, у которых высокий потенциал разрешения, будут удлинены до того, как рак появится. Но вот я, например, не очень поняла. Нужно сдавать генетические анализы? Или достаточно того, что вы знаете, что родственники болели? Нет, если у вас есть в анамнезе родственники, у которых сильный адоматозный полипоз после кишки, то здесь обязательно нужно обследовать. И более того, даже у нас бывают пациенты, в котором 35-40 лет, которые только в этом возрасте это выявили. Но обычно они появляются уже тогда, когда из этих полипов, в этих полипах появится рак. И когда мы спрашиваем их семейный анамнез, выясняем, есть ли у них дети или нет, мы их заведомо побеждаем, что ваши дети тоже группы риска, и они должны обследоваться совсем рано. Но если это один полип, то здесь генетическая анализа не требуется. Требуется только его удаление и гистологическое исследование. Нас спрашивают, существуют ли какие-то способы выявить данные заболевания, помимо колоноскопии? Заболевания анкологическое? Анкологическое заболевание. Ну, теоретически, да. Рак прямой кишки? Рак прямой кишки достаточно сделать и на этой противовоскопии, чтобы понять, что там есть. Но эндоскопия нужна для получения витрификации, то есть биопсии и подтверждения этой качества. Этого не надо бояться, этого надо делать. Многие пациенты реально боятся колоноскопии, не думают, что это больно. Они слышат рассказы 20 лет назад, когда не было современных гибких эндоскопов, когда не было седации. То есть сейчас колоноскопия делается при медикаментозном сне. То есть пациент засыпает, ничего не чувствует, через 5 минут он просыпается и может всё сделано. Я слышала, что делать колоноскопию при седации эффективнее, чем без неё. Ну, на самом деле колоноскопия – это индивидуальное искусство. И в руках одного она проходит замечательно и без седации, и в руках другого есть седация, которая тяжёлая. Поэтому всё зависит от профессионального эндоскописта и поддерживающих коллег, которые могут, если что, обезболить или прийти седацию. Но она комфортна и для пациента, потому что нет болевого синдрома, и для врача, потому что он может сделать её быстрее. Заман Заврович, говорим с Вами громче, нам пишут, что нас плохо слышно. Хорошо. Постараемся говорить громче. Так, у нас ещё есть вопросы. Да, платный ли у нас приём? Ну, это вопрос не совсем ко мне, но я могу сказать, что при наличии формы 057У, приём и консультация у нас бесплатна. Если по каким-то причинам, а к сожалению, по непонятным нас причинам, пациенты, которые по месту перейти в поликлинике, говорят о том, что я хочу лечиться в медицинологии Бухина. И согласно нашему законодательству, законодательству России, пациент имеет право выбора как врача, так и в медицинское учреждение. Ну, вот сегодня, буквально, в поликлинике такой же был случай. Пациенту отказали. В этом случае они могут приехать к нам в поликлинику. В этом случае консультация первичная у них будет платная. При наличии англического заболевания, мы сразу таких больных переводим на бесплатный, ну не то, что на бесплатный, на ОМС. То есть нет бесплатной медицины, за нее всегда кто-то платит. Но в данном случае платить будет не пациент, а фонд медицинского страхования. То есть единственное, что пациент сам будет оплачивать, это первая консультация, после которой он будет переведен на систему оплаты по ОМС. Вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы иногородние. Госпитализация 1 июня в понедельник. У мужа будет операция на прямую кишку. Я, как жена, сопровождающая пациента, могу ли посещать больного? Есть ли палаты для совместного проживания? Я так понимаю, что вопрос связан с... В связи с эпидемической обстановкой сейчас ситуация в центре регулируется оперативным штабом нашего центра. Соответственно, поэтому совместное проживание или ухаживание допускается на усмотрение заверующего только в тех случаях, если пациент действительно нуждается в сопровождающем или ухаживающем. То есть у меня на этаже лежит пациент, которому 82 года, естественно, рядом с ним дочка. Но если это молодой мужчина, и у нас большинство операций проходит малоинвазивными методиками, и пациенты на следующую операцию уже самостоятельно встают и уходят. В этом случае мы не рекомендуем и отказываем в сопровождении, но цель этого абсолютно благая. Потому что каждый дополнительный человек – это потенциальный источник инфекции, опасности. Поэтому это в первую очередь ради наших же пациентов. Более того, у нас все пациенты располагаются по одному в палате. Для того, чтобы в случае потенциального попадания какого-то пациента с инфекцией, которая сейчас имеется на стороне, риск заражения соседей был минимальный. Еще один вопрос. Семья Кварцхана нам пишет. Муж – школоректальный рак 2БТ4 с синдромом Линча. Вы закрывали, Заман Заворыч, илиостому. Вопрос в следующем. Прошел год после диагноза. Какие обследования нужны и как часто на этом этапе? На что нужно обратить внимание? Что информативнее для брюшной полости? МРТ или КТ? Я думаю, что это общий вопрос. Что информативнее для брюшной полости, КТ или МРТ? И ректоманоскопию, помимо колоноскопии, необходимо ли делать? Конкретно, чтобы ответить данному пациенту, все-таки надо поднять историю прошел год. Я сейчас вам на праве не скажу. Но в целом, любой амкологический пациент первые 2 года проходит обследование 3-4 раза в год. То есть каждые 3-4 месяца пациент должен обследоваться. Первые 2 года. Опять-таки, это общая рекомендация. Все зависит для каждого пациента от его стадии, от операции, которую мы провели. И какое гистологическое заключение. Получает ли онкемиотерапию, не получает ли онкемиотерапию. В данном случае прошел год. Я думаю, надо обследоваться. Для брюшной полости информативнее КТ с лентуленным контрастированием. Для малого таза при нашей патологии информативнее МРТ без контрастирования. Для грудной полости обычное КТ без контрастирования. Если выполнена колоноскопия, то лектолоноскопия в данном случае не требуется. Но это общая рекомендация. Чтобы ответить именно на этот пациент, надо поднять его историю болезни. Вспомнить эпикрисию контрастирования. Если прошел год, да, надо обследоваться. Идеально сделать КТ грудной клетки. КТ брюшной полости. Можно захватить и таз, малый таз. Если на нем что-то будет смущать, тогда уже сделать еще и МРТ. Если заболевание было связано с приемом пищевой, конечно. Занна Зорчич, нас просит рассказать про тактику Watch and Wait. Это методика, которой Вы много выступали в прессе. Но если можно сейчас поподробнее. В чем ее преимущество? Можно ли получить лечение только у нас в центре? И кому и как? Ну, вообще, впервые в 2010 году, по-моему, мы на каком-то конгрессе в Австрии. Там выступал известный очень профессор Ангелита Габбергамма. И за 80 лет, может, уже и 90, я точно вам не могу сказать. Но самое интересное то, что ее буквально недавно выписали. Она живет в Южномерике. Ее буквально несколько дней назад выписали из больницы. Она заболела ковид-пневмонией. 52 дня была на ИВЛ, искусственную ветеринацию легких. Перенесла сепсис, трахиостомию. И выписалась. То есть это реально очень много лет. Так вот, в 2010 году она выступила с докладом, в котором рассказывала о том, что при интенсификации режима лечения, при удлинении интервала от окончания лучевой терапии, добавлении туда определенных курсов химиотерапии, можно добиться то, что мы называем языком полного клинического ответа. То есть полного отсутствия опухоли на месте раннейшей опухоли и мыкишки. Честно говоря, тогда не только для нас, для всех это был шок. Потому что лечить, то есть не оперировать больного раком пневмонией и после химиотерапии, это вообще никто не вас понимал. Но сейчас ситуация такова, что основной прогресс, конечно, надо связать с техническим прогрессом в аппаратном оснащении лучевой терапии. Потому что то оборудование для лучевой терапии, которое используется сейчас, и только используют 20 лет назад, это абсолютно разные вещи. Соответственно, они, наши лучевые онкологи и современные программы обучения позволяют донести максимальную дозу лучевой терапии непосредственно в опухоль. При этом окружающие ткани обучаются минимально. Это усиливает эффект и пошла тенденция к удлинению интервала. То есть от окончания лучевой терапии, ведь раньше ждали 4-6 недель, сейчас мы ждем до 12 недель. И пациент приходит на запланированную операцию, и мы видим, что опухоли нет. Соответственно, если мы ему дарим опухоль, кишку с опухолью, отправим ее на гистологию, потомарков напишет, что алименты опухоли отсутствуют. И опять вопрос, зачем оперировать такого больного, можно его наблюдать. И, соответственно, а не опасно ли его наблюдать, не вырасти ли опухоль через год? Это все вопросы, которые, в принципе, они до сих пор не отвечены полностью, но 10 лет назад вообще не было на это ответа. Соответственно, она была одним из первых пионеров того, кто доказывал, что так сделать можно, если добавить в интервал определенную систему схемы терапии и регулярный монетаризм больных. Соответственно, было исследование запущено на базе португальского научного центра Шампо-Леман. И, ну, скажем так, это международная база данных, куда ведущий центр России, и в том числе и наш, ну, в принципе, от России единственная клиника, которая там участвует, это наша. Мы заносили данные по нашим пациентам. То есть мы провели... Да, соответственно, пациентов, которые были потенциально приходили с хорошим ответом на лечение, мы добавляли схему лечения, экспериментной химиотерапии, и у большинства пациентов мы получали хороший ответ. И эти пациенты наблюдают до сих пор без операции. Соответственно, в 2018 году даже вышел большой анализ. Соответственно, мы не единственная клиника, которая наносит. Туда входят следующие центры Южной Америки, Северной Америки, Европы. Но в России мы единственные. В России мы единственные, да. И по результатам... Уже в онкологии просто нельзя пролечить год, 20 или даже тысячу пациентов за год полечить, по всей клинике вместе собравшись, и сказать, что все хорошо, да. В онкологии есть понятие отдаленный результат. Отдаленный результат – это минимум 5 лет. И 5 лет наблюдения – это такое статистическое, математическое понятие. То есть, если вы пролечили в 2010 году 10 пациентов, в 2011 году 50 пациентов, и в 2015 году 900, у вас через год будут 5-летние результаты только по тем пациентам, которые через 2011. Вот эти 900 последние тоже должны наблюдаться некоторое время, чтобы вы получили 5-летние результаты на общую массу, на круг. И, соответственно, в случае того, что мы еще не удаляем опухоль, оптимистично все-таки дождаться 10-летних результатов. Поэтому эта методика, она применяется. Она уже можно, уверенностью можно сказать, что имеет право на жизнь. Но здесь два момента. Первое – это должно проводиться такое лечение только в референциях, в центрах, в клиниках, где есть команда лучевых онкологов, МРТ-специалистов, эндоскопистов, хирургов, химиотерапевтов. И сам пациент должен быть морально готов к тому, что он часто должен ездить в клинику. Чаще, чем обычный. Чаще, чем обычный. Потому что если опухоль начал расти обратно, как «regrowth» называется, то, выявив это на ранней стадии, пациенту можно выполнить ту операцию, которую изначально мы его им планировали, а не запустив это, мы можем просто оперировать. А каковы критерии отбора больных, которым вы можете применить эту методику? Только ли готовность чаще обследоваться? Или существуют другие критерии? Нет, смотри, здесь надо понимать, что есть две категории пациентов, которых можно лечить по данной методике. Значит, первая группа пациентов – это те пациенты, которым по степени местного станения опухоль показана химио-очевая терапия. Их нельзя лечить операцией или каким-то другим. Им в любой точке мира, куда вы не обратились бы, было бы предложена химио-очевая терапия для того, чтобы уменьшить размер опухоли, чтобы она отошла от окружающих структур, и можно было бы сделать ему практикальную операцию. То есть, правильно ли я понимаю, что это пациенты с распространенными стадиями? Да, это пациенты с распространенными стадиями, в котором химио-очевая терапия длинным курсом, 5-недельный цикл облучения показан по всем стандартам мировым и российским. Так вот, из этих пациентов по разным клиникам во всем мире от 17 до 23% у этих пациентов, когда они придут к вам на операцию, будет установлено отсутствие опухоли. То есть, не так много. И по этим пациентам решать, надо ли его оперировать, или можно его оставить под наблюдением, это вопрос решается индивидуально с пациентом, в зависимости от расстояния его полилокализации, близости к заднему проходу, или насколько он отступает, насколько можно сохранить вимпорт, если сделать операцию или нельзя. И многих еще других факторов. Возраста пациента, его общего состояния, выдержит он операцию или нет. Потому что, если пациент, допустим, в возрасте 30 лет пришел с полным ответом, но ему можно сделать радикальную операцию без подверждения сфинктерного аппарата и сохранить нормальную анатомию, то, наверное, лучше все-таки данному пациенту эту операцию выполнить. Потому что у 30-летнего пациента ожидаемый срок подряд жизни, он большой. И 50 лет жить в формате того, что вдруг когда-то что-то появится, психологически тяжело. То есть вы более молодым пациентам советуете все-таки соглашаться на операцию? Идти на оперативную ожидацию? Опять-таки, я сейчас закончу. Это немножко такой вопрос, под который подбирается индивидуально. И за все эти годы, что мы включены в эту программу, работаем, у нас в районе 80 пациентов, которые идеально это подошли. При том, что мы в год делаем 1000 операций. То есть это очень индивидуальный персонализированный подход. Есть другая категория пациентов. Это пациенты с небольшими размерами опухоли. До 4 см, до 3 см. Неглубокая инвазия. То есть те, которым формально можно выполнить хирургическое лечение. Без всякого дополнительного, предварительного облучения. Но у таких пациентов вероятность полного ответа на опухоли 70-80%. И в данном случае мы можем подарить им химилучивую терапию, заведомо зная, что у 4-5 будет полный ответ. И потом данным пациентам мы можем предложить один из вариантов лечения. Это методом транссональной микрохирургии. Не через живот, через естественные отверстия сзади. Сзади проход. Ну, как бы в эфире не очень хорошо это все звучит. С помощью транссональной эндомикрохирургии удаляется зона ранее имеющегося опухоли и отправлять на гистолические исследования. И при подтверждении полного ответа формально мы пациента сохраняем саморно. Удаляется только часть кишки. Это одна из опций. Это так, как мы начинаем. Сейчас мы пришли к тому, что данных пациентов реально можно не оперировать. Не оперировать. Не оперировать. И у них вероятность возврата болезни минимальная. То есть вот это два типа пациента. Те, которые с более ранними формами, те, которые распространены. И здесь индивидуально... Дело в том, что современные параметры диагностики не заканчиваются только гистологическим заключением из стадии по МРТ. Есть масса других, как и микросклерная инвазия, наличие эмболов. Это все очень сложный тип диагностики. Непосредственная нестабильность или даже стабильность. В зависимости от того, что мы получим по анализу. Поэтому каждый пациент требует индивидуального подхода. Здесь нельзя однозначно сказать, что мы всем можем это сохранить. Но вопрос в том, что... Но мы всех можем проконсультировать. Мы всех можем проконсультировать и подобрать. Дело в том, что сейчас тенденция мировая это персонализация лечения. То есть два одинаковых человека с одинаковой локализацией опухоли могут лечиться по-разному, потому что только размер опухоли и место, где она находится, не является достаточным параметром. Есть масса индивидуальных особенностей, то есть анализированных. Поэтому одному пациенту можно подобрать короткую схему лечения, но усилить ее химиотерапию. То есть 15-дневный цепел лучевой терапии, усиленный четырьмя курсами химиотерапии. На выходе может быть тот же пешком, что 5-недельный курс. Если у нас от других моментов, мы должны учитывать возраст пациента, имеет ли он детей или родила ли есть это женщина. Потому что лучевая терапия, она влияет на диетарозную функцию тоже. У нас есть интересные случаи, когда пациентам до начала лучевой терапии с помощью лороскопии подтягивались хищники выше, чтобы они побали в зону обучения. То есть вы сохранили человеку нормальную функцию? Более того, этот человек стал матерью и уже ребенку 4 года. То есть такие случаи тоже есть. Но это каждый случай индивидуальный. Под каждый пациент подбирать именно его с ним. То есть, знаете, такая очень тонкая материя. И мы гордимся тем, что мы можем это подожить, и это реально интересно. Потому что лечить по шаблону это одно, а лечить перстанозирование совсем не бывает. То есть если кому-то из вас или вашим друзьям или родственникам поставили диагноз рак прямой кишки, не поленитесь, обратитесь в отделение колопатологии и медицин-онкологии имени Блохина за вторым мнением. Мы абсолютно открыты. Более того, второе мнение вовсе не обязывает нас или пациента, что апатитаршнам удовлетится у нас. Нет. Он может получить второе мнение у нас, и мы его приветствуем. А вы по лечению, и так сказать, он может получить наши рекомендации и продавать лечение в себе в момент трудительства, если так удобно. Мы физически понимаем, что десятка нашего отделения не покроет всех потребностей граждан России. Но в плане консультации мы можем намного больше и помочь намного большее. конкретного количества. Конкретный вопрос. После операции БПП метастазы в печени пембролизумат не помогает. Есть ли еще подходящее лечение? Опять-таки, мы под той информацией, что на вопросе недостаточно информации. Пациент не сможет получать ответ. Он может обратиться, там надо почитать анамнез, понять, какие препараты он получал, какие линии химиотерапии пациент получал первая линия, вторая, третья и вот так далее. Это как не мешается. Опять-таки, можем сказать, могут обратиться без проблем. Позвоните по телефону, который указыван на сайте, либо пришлите заключение, правильно? Заключение. Они, если позвонят, они попадут к одному из сотрудников нашего отделения, который дальше будет их вести, возьмет электронную почту, получит всю информацию, проанализирует ее и ответит. То есть, чтобы дать ответ данному пациенту, нужно потратить минимум час времени на анализ всех документов. В рамках прямого пира мы не сможем прийти. Нас благодарят. Заман Заурыч, 18 марта в вашем отделении проверили операцию «Моя маме», за что вам очень благодарны. Спасибо. Но, рекомендовали по результату гистологии проконсультироваться у химиотерапевта. Из-за эпидемии поездка в Москву пока отложена. Посоветуйте, как правильно поступить. Точно так же. Позвонив, выставил документы, мы на них ответим. Онлайн? Конечно. Они позвонят по телефону и дальше мы возьмем все документы и проконсультируем заученные и пишем ответ на электронную почту. Спрашивают, могут ли у нас лечиться граждане СНГ. Конечно. У нас лечиться граждане СНГ. Сегодня буквально два часа назад закончилась операция гражданки Таджикистана. В автоник у нас операция гражданки другой страны. Соответственно, это регулярно работает. У нас есть в Инстаграм много вопросов, но они касаются рака шейки матки и остеосаркомы. Я думаю, что мы пригласим профильных специалистов в прямой эфир для того, чтобы ответить на эти конкретные вопросы. Заман Заорыч может рассказать о современных методиках лечения рака прямой кишки. Да, это вообще предмет особой нашей гордости. Дело в том, что во всем мире лечат пациентов согласно рекомендациям. И это правильно. Клиническим рекомендациям. И это правильно. Более того, мнение о том, что клинические рекомендации делают это для пациента не совсем правильно. Клинические рекомендации нужны, во-первых, для того, чтобы каждый пациент был уверен, что его будут лечить по уже принятому и утвержденному стандарту, а не о настроении клинициста. С другой стороны, они нужны для защиты клинициста, врачей, потому что сейчас, тем более, очень популярно стало судить врачей. И, соответственно, врач тоже должен быть защищен. Если врач защищен клиническими рекомендациями, то формально жалоба пациента на то, что врач его лечил, как он хотел, отсутствует, потому что пациент лечит по рекомендациям. Как создаются рекомендации? Рекомендации создаются за счет опыта, анализа, пролеченных за какие-то года пациентов. И мы решаем, что да, лечить пациентов так, 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 на основании опыта с 2000 по 2010 годах. Мы решили, что начиная с 2010 года мы лечим пациентов, например, вот так, по такой схеме. Соответственно, если мы будем лечить так и ничего не менять, то в 2010 году мы будем лечить так же по рекомендациям 2010 года. Поэтому опыт, клинические испытания, клинические исследования, рандомизированные клинические исследования идут постоянно. И для чего это делается? Для того, чтобы в 2015 году что-то изменить тем рекомендациям, которые даны в 2010 году. И вот это и есть основная задача АНКИНС. И мне очень приятно сказать, что клинические рекомендации приняты Ассоциацией фанглобов России, касаемо колоректального рака, а именно рака толстой кишки, рака ободочной кишки, рака прямой кишки и рака анального канала. Приняты основной костяк рабочей группы были наши сотрудники. Сотрудники нашего отделения и сотрудники смежных коферных специальностей нашего института. И соответственно, если мы на этом остановимся, то и через 10 лет будут лечить на стране по НИМШ. Соответственно, мы должны делать что-то, изучать что-то новое, чтобы внести в эти рекомендации что-то другое. Поэтому формально получается, что мы утверждаем рекомендации, которые лечат во всей России, но сами должны делать что-то большее, чтобы через 5 лет их обновить. Вы делаете что-то для того, чтобы этот опыт транслировать, передать вашим коллегам в России? Да. И вот мы зарегистрировали в прошлом году 3 протокола научного исследования по лечению рака прямой мишки различных стадий. Это протоколы рандомизированные. Более того, они переведены на английский язык, они утверждены на весь сайт, клиника-тфраз.орг, на котором все международные исследования утверждаются, анализируются. И это является таким же статусом того, что это не просто самодеятельность хирургов, отделения портовой, которые вечером собрали за чашкой чая и что-то подумали. Нет, они утверждены как бы вторым мнением. И эти клинические исследования мы формировали как всероссийские. И мы... к ним уже подключилось несколько клинических институтов в нашей стране. В частности, Краснодар, Самара, Калининград, ну, я сейчас зовут всех, не смогу понять, Ростов. Соответственно, большие онкологические диспансеры, большие онкологические клиники также присоединены. И мы совместно с усилиями наших коллег и нашими планируем в ближайшие 3-5 лет набрать необходимое количество пациентов, для того, чтобы сделать выводы, на основе которых будут внесены изменения в существующие уже клинические рекомендации. Дело в том, что один институт, пытаясь собирать определенное количество статистико-математическое, оно требует определенного пола пациентов, чтобы на основании результатов лечения, полечив 20 пациентов, нельзя сказать, что это место лучше. Надо будет читать. Есть определенные формулы статистические, которые показывают, что, допустим, для вывода такого-то надо 500 пациентов, для этого 300. Тем более, если с ней аномизированы, там минимум 2 группы. То есть пациент делится либо в эту группу, либо в эту, значит, счет на 2 умножения. Наша клиника физически не может набрать, мы можем набрать этих пациентов за 15 лет. То есть к моменту окончания исследований уже половина сотрудников не будет на работе, по разным причинам. Соответственно, совместными усилиями только. Я всегда, мы, помимо того, что мы представляем наше отделение, еще есть общество, российское общество специалистов по коллективным ракам. И это общество, оно всероссийское, цель является объединение усилий специалистов для нашей общей цели. И вот в рамках этого общества мы объединили усилия ведущих специалистов наших единомышленных коллег по всей России для того, чтобы совместными усилиями набрать короткий слог необходимых, конечно, пациентов и на основании их лечения сделать выводы. И мы рады, что к этому исследованию продолжают присоединяться ведущие институты. И я всегда приводил пример. Есть такой очень известный профессор из Франции, из города Бордо, профессор Эрик Рулье. Кстати, ровно через 6 дней, в следующую среду, у нас будет вебинар вместе с ним на сайте нашего общества, где мы будем рассматривать определенные нюансы синтро-сохраняющего лечения на крупные лечки. Так вот, Франция по территории, наверное, как одна Смоленская область. И по населению намного меньше, чем Россия. Но вот, благодаря своей энергии и инициативности, профессор Эрик Рулье объединил всех колл-практологов Франции. И они умудряются за 2-3 года набирать несколько тысяч пациентов для определенного исследования. И делайте выводы. Я понимаю, что пациенты, страдающие алкогическими заболеваниями при муке кишки, просто часто стесняются обращаться за помощью. Да, дело в том, что на самом деле визит к колл-практологу, это не визит к донтисту. Это немножко стеснительная область, интимная. И, то есть, пациенту настроиться на то, чтобы попасть к проктову. Тем более, часто бывает, что пациент мужчина, ну, врач женщина или наоборот. Это все немножко сложно морально. И с этим связано то, что люди откладывают визит, потом, 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 потом. И приходят тогда, когда уже мочь сложнее. Да, но здесь надо просто это перебороть и понимать, что ни один врач, независимо от того возраста, он не рассматривает пациента иначе, как просто бесполое существо пациента. То есть, вот эта интимная проблема, как раздеться при мужчине или наоборот, она не должна присутствовать, потому что в правительстве любой врач-практовок, сидящий за рабочим столом, он в день видит очень много пациентов. И он действительно рассматривает свою работу сугубо как работу. То есть, надо все-таки это в себе перебороть и прийти, показаться. Дело в том, что этот визит вам поможет. Прилитарно поможет. Если ничего нет, вы будете... Спокойны. Да. Скажите, пожалуйста, вы так увлекательно с таким энтузиазмом рассказывали о своем отделении. Можно ли в этом году поступить к вам в отделение в аспирантуру? Что-что? Можно ли в этом году поступить к вам в отделение в аспирантуру, спрашивает нас зритель эфира. А, именно аспирантуру? В аспирантуру, ваше отделение. Да, конечно. Ну, есть отдел, который этим занимается. Соответственно, они должны все документы туда отнести, посмотреть. У нас есть отдел, который занимается именно обучением. А так мы готовы. Но это дорога двусторонним движениям. Надо, чтобы человек, который тоже был готов не только учиться. У нас каждый аспирант оставляет что-то хорошее в отделении. Либо какой-то хороший закончивый научный труд. Либо базу данных. Либо что-то еще. То, что имеет пользу для отделения. То есть, если человек готов работать, у нас работа интересная, но тяжелая. У нас 7-30 уже все отделение на работе. И до 8-10 вечера половина сотрудника еще работает. Потому что там очень много больных, очень много операций. Если люди на это готовы, пожалуйста. Вот, собственно, Лыков-строку. Заман Завручин лучший руководитель. С самого утра и до позднего вечера он рядом со всеми пациентами. Особую благодарность хочу выразить также Вячеславу Афандеевичу Алиеву, хирург от Бога. Что нам еще пишут? Спасибо вам, хотят сказать, Заман Завруч, а также врачам Дмитрию Владимировичу и Андрею Владимировичу, которые оперировали у нашего зрителя в феврале этого года. У нас очень хорошая команда. Я горжусь и тем, что и руковожу командой таких специалистов, как у нас. И мы сохранили и хорошие дружеские отношения внутри коллектива. Это очень большое значение влияет для пациента. Потому что если пациенты видят, что в отделении команда друг друга понимает, есть взаимопонимание, поддержка, это создает подмен ауру. И поверьте мне, вот эта аура и какая-то связь с Богом, это в онкологии самое важное. Вы можете сделать блестящую операцию, и может что-то пойти не так. А потом другая же такая же операция, все идет хорошо. Потому что не все от нас зависит. Ни один хирург не может сказать, что я вылечил, я спас, Бог спасает. Но посредством хирурга или ума химиотерапевта и так далее. Но дело в том, что вот эта правильная атмосфера в отделении, она очень хорошо сказывается на результате влечения. И сами пациенты, наверное, чувствуют. Потому что еще в конфуции говорим, что в медицине есть трое. Это пациент, это врач и это болезнь. И двое бьют одного. Если пациент обняется врачом, он бьет болезнь. Если пациент обняется с болезнью, он бьет врача. Вот задача врача, это не только правильно значит лечение, или правильно сделать операцию. Это все-таки войти в контакт с пациентом и вместе с ним настроиться на лечение. Поэтому когда меня спрашивают, от чего на работе больше устаешь, ни руки устаешь, ни ноги, ни язык устаешь. Потому что с каждым пациентом надо поговорить, ему объяснить и настроиться с ним на борьбу. И для вас это может быть уже 15-й пациент за день, но вы для него первый. Поэтому вы не можете с первым пациентом общаться от души, с 15-м уже сказать, я устал. Встретитесь с первым пациентом, он тебе расскажет. Вы для него с нулевой точки должны все это рассказать. И вот поэтому реально устает язык. Но это, как вам сказать, вы когда видите своих пациентов, которых вы лечили 5 лет назад, 15 лет назад, живых, здоровых, они вам звонят, поздравляют или там просят поконсультировать кого-то соседа, друга, ты понимаешь, что вы не знаете, где в работе делаете. Это дает огромный заряд энергии. Это, наверное, то, ради чего работают каждый день, хочется удовольствия. А может быть, вы можете пациентам своим посоветовать ресурс какой-то возможный, книги, литературу, где они могут получить достоверные ответы на наиболее часто интересующие их вопросы? Ну, сложно. Если вопросы касаются уже конкретно имеющихся заболеваний, все-таки лучше контактировать с лечащим врачом, это будет более предметно. А в целом, сейчас, к сожалению, сейчас наш мир технологических инноваций, задачам многих ресурсов, процентов 10-15-20, то есть у них есть элементы информационного разъяснения, цель задачи, которые имеют донести больше полезной информации для пациента. А остальные 80% – это сайты, цель которых – завлечь пациента в клинику. И, к сожалению, это реалии, когда… Я еще раз говорю, что это, наверное, на уровне человеческом должно быть в клинике, когда основная задача врача – это помочь пациенту. Мы часто встречаемся, к сожалению, встречаемся с случаями, когда к нам приходят либо после лечения, либо за вторым мнением, и мы смотрим, кто консультировал, это действительно именитые профессора, это люди, которые реально знают свое дело, но почему-то в силу определенных причин мы встречаемся тем, что активно идет акцент на чисто хирургическое лечение в тех случаях, когда нужно комбинировать, когда нужно сначала обучить, а потом соперировать. Вы не можете сказать, что я вот такой хирург хороший, что я вот сделаю так, как раз, у вас не будет рецидива. Нет, и это понятно, что плохой хирург, плохого хирурга рецидива больше, это понятно. Но есть, или когда вы заведомо знаете по снимкам МРТ, что хирургия не поможет, рак – это не то заболевание, которое лечится скальпелем только. Это скальпелем. То есть скальпелем нужен, и он должен быть. И я вам говорю об этом, как руководитель отделения, где делается вот тысяча раз в год. И большинство раков, клавоктально-лечных хирургических, но в момент, когда вы этот скальпелем должен достать, он определяется командой специалистов, так называемой мультидисциплинарной командой, которая включает хирурга по печени, хирурга по легким, химиотерапевта, учевого анклога, МРТ-специалиста, специалисты лучевой диагностики. И вот они определяют, что данный пациент надо сначала полечить, потом соперировать, а это можно сразу соперировать, потом полечить. Поэтому вот это, ну и я еще раз хочу сказать, что дело в том, что всегда есть элемент расплывчатости, даже в клинических рекомендациях. То есть нельзя сказать, что или сюда, или сюда. Всегда есть моменты, когда возможно обсуждение с целью выбора либо этого, либо этого. Вот выбор в ту или иную сторону должен в первую очередь проводиться за счет заботы о пациенте, а не за счет заботы о интересах клиники, скажем так. И вот здесь уже, наверное, надо любить, что ли, свою работу и своих пациентов, чтобы подобрать то, что... Такие результаты будут хорошие. И это одна из установок нашего директора, который нам всегда говорит, что мы приходим на работу для пациентов, а не пациенты сюда приходят для утовления каких-то наших подписчиков. Задача наша для... Мы на работу идем, чтобы помочь пациентам, помочь им правильно. И независимо от уровня профессионального, профессионализма специалиста, если это единственное, что его днем хорошее, а остальные параметры не подходят, то неправильно лечить или работать в таком контексте. И, друзья, дорогие друзья, не стесняйтесь, обращайтесь за вторым мнением к Заман Заурчу и врачам из его команды. В любом случае, это будет полезно, и, возможно, вы избежите травмирующих, правильно ли я говорю? Да, колечащих, колежащих. Мешательств. Сохраните то, что сегодня принято называть качеством жизни. Вот нас вновь возвращают к вопросу о первых симптомах рака прямой кишки. Ну, наверное, затруднения нерегулярной стулу, да? Но это не специфичный стул, может быть, и в других заболеваниях, но при этом тоже. Либо же изменение характера стула, наличие слизи, крови, частые погоды стула или небольшие порции при посещении туалета. Основной параметр – это наличие слизи и наличие крови. Вот это из того, что можно увидеть дома. Ну и еще раз напомню о том, что рак прямой кишки помолодел, поэтому задача всех нас – вовремя ходить к проктологу. Ну, как часто, кстати, нужно делать колоноскопию? Раз в год? Ну, если по рекомендациям, то 50 лет сейчас общая тенденция средней по миру к 45 годам, и вот уже от этого идет, от того, что при этом выявлено, можно строить… То есть, если человек сделал все хорошо, у него нет анамнеза, наверное, 5, но можно сократить до 3. Раз в 3 года можно делать колоноскопию? Раз в 3 года можно делать колоноскопию. И это не гарант того, что я чего-то сбегу, но я буду понимать, что я хотя бы что-то сделал для себя. Поэтому я говорю о себе, потому что у меня есть экологическая наследственность, это мое личное решение, это не входит в стандарт. Я сам для себя так решил. А если нет анамнеза, ему сделали колоноскопию, у него все хорошо, ну, 3 года, наверное, будет более подстаковочно. Ну, раз в 5 лет продолжать делать, конечно. А анализ на скрытую кровь? Это хороший анализ, да. Дело в том, что сейчас их много, различные производители по одному параметру, по двум параметрам, которые более специфичны к опухолям, толстой кишке. Было очень много попыток сделать это в рамках скрининга и узаконить это, но вопрос в том, что когда вы что-то делаете, должен быть конечный результат. То есть, если вы сделали этот тест тысячи добровольцам, выявили положительным у пятидесяти, сделали им колоноскопию, и у них выявили у двадцати что-то, а у этих двадцати выявили онкологию у двух, то есть получается, что на выходе ноль два процента эффективность, а есть понятие финансовых затрат. Поэтому государство ни одной страны не может себе позволить сделать тест на скрытую кровь всему населению. И дело в том, что это же не только тест. По результату теста есть показания, надо делать колоноскопию. То есть это все финансовые затраты. К сожалению... Но сам человек может это сделать. Сам человек может это сделать для себя самого же, да, конечно, может. Но это, скажем так, это... Или надежнее сразу делать колоноскопию? Дело в том, что если человек сделал и тест не показал, что нужно делать колоноскопию, то, наверное, проще сделать сразу колоноскопию. И не делать тесты, убедиться... То есть, если тест отрицательный, то это не значит, что колоноскопию делать не нужно, правильно? Да, конечно. А поскольку нужно ее делать в любом случае, то... Да. Лучше сделать. Лучше сделать. Я вам даже... К нам год назад приходила одна из компаний, которая производит эти тесты. Тесты. Она дала 10 штук мне просто попробовать. Я раздал следить сотрудников нашего отделения. Случайно, когда мы это обсуждали, зашел один наш сотрудник, к которому на тот момент было 68 лет. Он хирург нашего отделения, опытнейший, доктор наук, профессор. Человек из 40 лет на период реакции кишки. И я у него спрашиваю, я говорю, а вы делали колоноскопию? Он говорит, нет, я жду 70-летие. Я ему дал этот тест. Он приходит через два дня, смотрит какой-то измененный в лице. Это реальная история, я не понимаю. Что такое? Он говорит, тест положительный. Я говорю, давайте сделаем колоноскопию. И даже в тот момент он говорит, что вы знаете, у меня зуб болит. И подкармливает. Я думаю, это кровь из-за зуба. Я говорю, ну вам же ничего не мешает делать колоноскопию. Вы знаете всех аноскопистов нашего центра. Будет 35 лет работать. Ну, сделайте, что ли. Делает колоноскопию. Двухсантимированный полип. В верхушке полипа. На антиклетке аденокарциномы. То есть, у него нулевая стадия рака с кишки. До 70-летия еще полтора года. То есть, подарок был в 70 лет. Это наш уважаемый доктор. Один из любимей. Он до сих пор с нами работает. Но я вам просто привожу пример того, что человек, который доступ ко всем, к любому эндоскописту в нашем центре. И он каждый день все равно ходит сюда на работу. Но вот как побороть этот страх? Никак. Выпить воскресенье препарат, в понедельник посидеть сделать колоноскопию и подкупить. Скажите, пожалуйста, зуд может быть симптомом рака прямой кишки? Ну, наверное, имейте в виду зуд в анальном отверстии. Да, он может быть причиной многих проблем. Вопрос в том, что, и не обязательно говорить о том, но тем менее, сам зуд требует того, чтобы человек пошел. Обычно это связано с тем, что какие-то выделения из прямой кишки попадают на кожу. И связано это с трещиной аналога, либо с геморроем, либо даже со слизью, а только про ли это никто не знает. Если есть зуд, проктологу пойти точно нужно. Это обязательно. Скажите, а надежно ли ходить к проктологам в первичном звене? Насколько хорошо с ломками здоровья? Или лучше прям сразу приходить? У нас есть такие проктологи в первичном звене, которые на вес золота. Профессионалы с большой буквы. Ну, наверное, есть и просто хорошие проктологи. Не могу сказать. Поэтому ищите хорошего проктолога. Либо приходите в Центр онкологии имени Блохина. Повторяем. Телефон в отделении эколопроктологии, который возглавляет Заман Заурович Мамедли, есть на сайте roms.ru. Приходите, звоните, пишите, обращайтесь за вторым мнением, присылайте заключение. Рассмотрим. Спасибо большое. Спасибо большое, Лиза Павлович. Что бы Вы пожелали нашим зрителям? Так быстро прошел час? Да. Час уже прошел. Вы можете пожелать нашим зрителям. Мы желаем нашим зрителям не болеть. И смелости. Не болеть. Но если вдруг так случилось, что Вы заболели, воспринимайте это просто как испытание. Рак прямой кишки, рак ободочной кишки лечится и хорошо лечится. Результаты лечения даже в запущенных стадий, даже при четвертой стадии очень хорошие. У нас есть программа лечения десимирования рака в госпитале. Причем в них участвует практически вся дилейцентра. У нас есть случаи пациентов, которым оперировалась и печень, и легкая, и, ну, по поводу метастазов коллектального рака, они до сих пор живут. Главный оптимизм и рука в руку с доктором побороть и, возможно, любую болезнь. Спасибо большое. Сейчас, пожалуйста. 16.55. Ну что, молодцы. Я так болтаю хорошо. Сейчас мы закончим. Я закрыла уже. А, закрыли, а то я сейчас.